Вместо винтовки ствол высокого давления, вместо лыж машина с проплесковым маячком. Первые соревнования по пожарному биатлону прошли в округе и обещают стать ежегодными. Показали свое мастерство и степень готовности к чрезвычайным ситуациям четыре команды, собранные из сотрудников Государственной пожарной службы. Взять! Смирная! Взять на середину! Развод четырех команд и последняя проверка готовности. Участники выходят на старт. По сюжету биатлона поступило сообщение о пожаре. Максимально короткие сроки экипировации выдвинутся в полной готовности исполнить свой долг. Каждая секунда на счету. И не важно, что возгорание условно. Работают слаженно и четко. Ребята все слаженно, работали. Мы уже друг друга договорились. То, что достает, то в первых руках, то подсоединяет. Ну, конечно, все, все адреналин. Непередаваемые ощущения. Вот вторая команда вышла на рубеж. Без замешек приступает к тушению первого пожара. С расстояния 15 метров надо поразить мишень из шланга. Для второго испытания своя легенда. Возгорание приходится тушить в окнах второго этажа. С помощью лафетного ствола, расположенного на крыше автомобиля, вода подается с такой силой, что стойкость мишенью едва не опрокидывается. Затем заправка цистерны из водоема, которым служит стоящая неподалеку машина пожарной службы. Финальное задание – ликвидировать открытое пламя огнетушителями. В случае, если команда не поразила мишень, отделение направляется на штрафной круг. Кстати, подобные соревнования первые для нашего региона. Сегодня в Ненецком автономном округе состоялись первые соревнования по пожарному биатлону. Их главная цель – выявление уровня подготовки пожарных караулов и повышение их профессионального мастерства. Задачи только на первый взгляд кажутся простыми – потушить огонь и попасть из ствола в мишень. На деле гораздо тяжелее. Здесь нет места грубой ошибки. Тем более, что за любой недочет команду наказывают штрафными баллами. Каждый из участников остался доволен. Сотрудники пожарной службы признаются – лучше игры и постоянной тренировки, чем выезжать на настоящий пожар. Ведь каждый случай – это чья-то трагедия.